Сохраняется угроза распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области. В связи с регистрацией новых очагов АЧС на территории Тверской области и в целях предупреждения заноса и распространения вируса принято решение о создании ветеринарно-полицейских постов. В целях обеспечения благополучия Ленинградской области и в рамках выполнения от пункта 1.8 плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней, подписанного министром сельского хозяйства, в Ленинградской области организовано 4 ветеринарно-полицейских поста. Основной задачей работы ветеринарно-полицейского поста заключается в том, чтобы контролировать соблюдение ветеринарного законодательства при перевозках подконтрольных госветнадзору грузов. Все грузы, перевозимые автомобильным транспортом подконтрольные госветнадзору, должны сопровождаться согласно 422 приказа ветеринарно-сопроводительными документами. Воз на территорию Ленинградской области свинины, живых свиней, продукции свиноводства должен обязательно согласовываться с главным ветеринарным инспектором Ленинградской области. На ветеринарно-полицейском посту будут дежурить специалисты противоэпизодической службы Всеволожского, Выборгского, Волховска, Кирижского, Гатчинского, Волосовского и других районов Ленинградской области. Эта работа проводится по распоряжению управления ветеринарией комитета по сельскому хозяйству в правительстве Ленинградской области. Составлен график дежурств на этом ветеринарно-полицейском посту. В этой работе ветеринарные службы Лужского района помогают ветеринарные службы прилегающих районов Ленинградской области. В частности, вот на сегодняшний день мы передаем дежурство на посту ветеринарной службе Волосовского района. Вот главный доктор, начальник станции по борьбе с болезнями животных Волосовского района Павел Николаевич, он будет продолжать дежурство. Потому что мы понимаем, что дело общее. Одному не справиться. А мы должны защитить свою Ленинградскую область. Поэтому все помогаем, чем нужно. В ходе этих мероприятий, ну как они проходят, сотрудник поста ГИБДД останавливает машину. Если по каким-то признакам он понимает, что она может перевозить груз животноводческий. Изучает документы, подключается ветеринарный врач, изучает тоже документы сопроводительные, осматривает груз, нет ли там каких-либо запрещенных, которые не сопровождаются ветеринарными документами, запрещенных к перевозу. И потом результат изучения этого груза заносится в журнал. Еженедельно мы суммируем данные о мониторинге и отчитываемся в вышестоящий орган. Пост начал свою работу с 23 апреля и уже был предотвращен въезд автомобилей с грузом без соответствующих сопроводительных документов. Могу привести пример. Был выявлен случай несанкционированного ввоза 37 голов поросят из Белоруссии. По ветеринарному документу, в котором был указан получатель Минской области Белоруссии. Данный груз был под контролем ветеринарной службы. В сопровождении инспекторов ГИБДД возвращен на спредельную территорию. Контроль за перевозками животных и поднадзорных грузов будет осуществляться специалистами на стационарном посту на 138-м километре автомагистрали Псков-Санкт-Петербург. Но и помощь лужан в борьбе с распространением АЧС может оказаться важна. Я хочу обратиться к жителям города Луги и Лужского района. И хотела бы попросить их быть социально ответственными. Это заболевание, конечно, для человека не опасно, но оно смертельно для любого свиноводства. Крупного или мелкого, фермерского, личного подсобного хозяйства. Поэтому я бы хотела обратиться как к владельцам животных, так и к людям, которые не имеют отношения к животноводству. В случае, если кто-то где-то когда-то обнаружит павшее животное, будь это дикий кабан или домашняя свинья, обязательно не поленитесь, возьмите трубку телефона и позвоните в ветеринарную службу Лужского района. Потому что в таких случаях мы выезжаем, отбираем пробы для мониторинга на АЧС и уничтожаем эти трупы прямо на месте обнаружения. Валерия Багаева, Евгений Лучкин, Лужские вести, ЛИК-ТВ.